Немножко такая расистская палеточка, потому что мне нужно было вот так вот как-то двигаться. Час. Слово. Всем привет! Меня зовут Лера Зверева. Спасибо большое, что перешли на это видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравится. И сегодня мне исполнилось 26 лет. Ладно, шуточки. Ну, конечно, видео выйдет тогда, когда мне будет уже 26 лет и 3 дня где-то. Вот уже и Лешин день рождения прошел, кстати, кто забыл или кто не знал. У Леши 23 июня день рождения, у меня 21. Можете проследовать в том числе в его соседии и поздравить его с прошедшим праздником. Сегодня мы с вами соберемся на празднование моего дня рождения. У нас сегодня маленькая тусовочка, свингер-пати на 4 человека. Как тебе шутка? Не смешная. Люди подумают про меня плохо. Ладно, на самом деле соберемся сегодня с нашими друзьяшками. Покушаем вкусно грузинских всяких хинкалей. Вот. И, так сказать, отпразднуем это печальное событие. И я сегодня буду с вами вместе собираться. Get Ready With Me. Мне кажется, я его не делала уже кучу лет. Вообще его кто-то делает еще. Это челлендж. Ну, в общем, как-то так. Да. И соберемся мы прям сильно основательно. В общем, что время терять, давайте смотреть, что получилось. Это, типа, я говорю, всем приветик. Смотрите, как у хорошего строя. Я, кажется, здесь стою у зеркала. Нет. Буду чистить зубья. Тут у меня по многолетней классике электрощетка Хапика паста сплет. Тщательно прочищая зубы мудрости. Внутреннюю стенку зубов, которую я ушатала отборевающими полосками. Никогда ими не пользуетесь, умоляю. Вот. А здесь я хвастаюсь своей зинкой из H&R Z Trillari. И, завязав волосы, спокойно очищаю свое лицо пенкой от Feel Nature. Мне нужно совсем немного прочищаю лицо, брови и все подбородки. Далее с очень умным видом выбираю, какую маску нанесу сегодня, пока буду сушить волосы. Выбрала вот такую, Darlene. Заявлено расслабление, смягчение и свежесть. Также написано, что смывать состав не надо. Лекала странноватая, но за счет того, что сама маска тоненькая, легло по всей площади лица, нормально. И, наконец-то, делаю то, что в Грузии делала больше раз, чем за последние три года в Беларуси. То есть сушил волосы. Кстати, прикольный маленький фен Xiaomi. Xiaomi, как правильно. У него три температурных режима, такой минималистичный дизайн, волосы сушат, все как бы нормально. Вот, и тут я показываю маску нормально. Наношу свой корейский тонер от ConSli. И вот эту сыворточку впитываю заодно. Кстати, лайк, если Руслан Львии в краш. Наношу дневной крем от Lumine. Его надо очень немного. Набираю буквально вот костяшкой пальца и распределяю по всему лицу. И обязательно по шее. Ну, волосы вроде высохли, поэтому накручиваю произвольной толщины пряди. Мне как бы нужен эффект такой пляжной укладки, не завитки конкретные какие-то. Или там какой-то супер объем. Распределяю их руками, без всяких там расчесок. Не использую никаких средств для укладки здесь. Пшикаюсь своим любимым мантальчиком. Дикая груша. И улыбочка на пасашок. Ну вот, мы снова с вами, так сказать, в студии. Честно говоря, у меня не особо пока есть идеи по макияжу. Вчера я думала сделать свой любимый стандартный такой розово-синий макияж с парком Бернович 30. Какой он там, третий или четвертый. Но подумала, блин, уже я такой макияж делала два раза на канале. Плюс хочу что-то поскромнее, действительно. Потому что я буду очень сильно странно выглядеть на фоне всех людей. Не особо меня это когда-то парило. Но так как мне уже 26 лет, кстати, поговорим про возраст. Вот, сегодня болтаем, собираемся, красимся, все сразу. Начинаю макияж и начинаю его, как всегда, с глаз. Хочу сегодня в качестве базы взять Релуи Про. Вот такие тени матовые. Это оттенок 11. Так вот, что касаемо возраста, как говорится. Недавно была в торговом центре и словила просто такой грустный вайп. Какую-то даже минимальную паническую атаку. Вспомнила, что день рождения на следующей неделе. Ну, на тот момент. Загналась, короче. И что для себя открыла? Все вот магазины одежды, типа Бершка, Зара. Нет, Зара, наверное, еще более-менее. Бершка, Пуэнбэ, Страдивариус. Я туда захожу как чужая. У меня такое ощущение, что это слишком модно для меня. Понимаете, о чем я говорю? Как? Я вообще абсолютно не представляю все эти вещи на себе. А, и как бабка начинаю вот думать в стиле, как они это носят. Это молодежь. Вот на такой вещи себя словила. Пожалуйста, скажите, что это нормально и что это пройдет. И, скорее всего, эти все загоны связаны просто в целом с обстановкой, происходящей во всем мире и от моей реакции на нее. Я, наверное, несмотря на то, что у меня сегодня достаточно холодный такой наряд, сделаю все равно теплые глаза. Я нашла у себя вот такую палетку. Сама собирала, сама конструировала. Давно я не пользовалась вот этими тенюшками от Ревуи. Это линейка Пикассо. Очень качественная линейка теней. Матовые тени великолепные. Шиммеры тоже неплохие, но могут скатываться. В общем, что? Хочу взять вот этот вот глиняный и вот этот горчичный оттеночек. Но я обязательно припудрю подбровное пространство. Вот такая палеточка от The Balm. Mid Matte Trimony. И оттенок Matte Lean. Немножко такая российская палеточка, но не менее качественная от этого. Оттеночек Mass Start от Riawee Пикассо. Легкими ненавязчивыми движениями. Растушевываю. Вот так вот. Стараюсь глаз не закрывать, потому что с моим строением века бесполезно что-то вот так вот закидывать. Потому что вот так у меня вот такой глаз, а вот так вот такой. Кстати, насчет макияжей. Тоже я стала стремиться, скажем так, к простоте. Я перестала оттешить себя мыслью, что я еще могу сделать какие-то сложные макияжи. Точнее, может я и могу. Но в этом не особо есть смысл, потому что ни я, ни окружающие не смогут их увидеть в полноте своей. Так как, ну, вот такие вот у меня глаза. Глубоко посаженные с нависанием. Хотя у меня скорее не глубоко посаженные, а вот именно больше нависание. Вот у Лехи точно глубоко посаженные. Но он мужчина. Ему простительно. Так, вот такой немножко оттеночек пожелтевшего синячка. Но ничего страшного, я разбавлю это все красиво оранжевым оттенком углублю. Теперь оттенок Baked Clay. Им углубляю складку. Да, и я для себя вот про макияжи, про сложность, про возможности, да. Ну, какая графика? Никакая графика невозможна на таких глазах. Каждый какой-то марафон, да, вот я проходила, по-моему, все три марафона Наталины. Но откровенно, то есть мне, чтобы... Мне иногда уходило больше времени на то, чтобы сделать фотографию, чем чтобы сделать макияж. Потому что мне нужно было вот так вот как-то двигаться, чтобы рисунок не ломался, чтобы он был виден и понятен. Это ужасно. Вот, и какая аналогия у меня случилась? Вот, например, у музыкантов, у вокалистов есть диапазон, да. Это допустимый предел высоты нот. Высоты не только в сторону плюс, но и в минус, да. То есть низкие ноты тоже голос имеет предел по низким нотам. Так вот, у меня диапазон макияжей очень узкий. Вот так вот. Надо с этим просто смириться. Так как я... Я не спою песню Уитни Хьюстон так, как это было бы красиво. И я не сделаю какой-то модный графичный макияж так, как это было бы красиво. И, кстати, периодически мне нужно заглядывать в мои древние видео, если я не могу найти ссылку на какой-то продукт. Но я помню, в каком видео я его показывала, конкретно рассказывала им. Я захожу в это видео, перехожу по этой ссылке. И иногда просто залипаю в эти старые видосы. И я обратила внимание, что, конечно же, бравитация со временем капец как побеждает. Потому что, если раньше я могла сделать такую нормальную толщинную стрелку, то сейчас максимум, что я могу сделать, это провести вот тут возле ресничек. И какой-то такой хвостик очень скромный. И все равно это все выглядит такие, как крючки. Короче, все это полный капец. Я надеюсь, теперь мой взгляд не очень болезненным кажется. Да, видео можно было назвать какое-то там количество минут «Жалуюсь на жизнь». Вообще, в последнее время у меня очень много времени о том, чтобы подумать о жизни, как вы понимаете. И оглядываясь назад, то, что на самом деле делать, наверное, нежелательно, потому что в этом все можно так закопаться. До слез и до депрессии. Короче, оглядываясь назад, вспоминаю просто все, чем я занималась, где я побывала, что я делала и так далее. У меня такое ощущение, что я, ну, совсем не 26 лет живу, а каких-то, не знаю, 45. И при всем при этом, внутренне, я вообще не чувствую себя взрослой. Хотя, казалось бы, 26. Это уже, ну, это немало. Это очень много. Это уже должен быть взрослый самостоятельный человек, какой-то осознанный. Но пока я не чувствую себя взрослой. Не знаю, как это исправить, надо ли это исправлять. Ну, вообще, надо бы, конечно. Было бы полезно. Так, я забыла сказать, что я делаю. Поделила века на две зоны. Во внутренний уголок нанесла Бернович Х38, а во внешний Х34 они чем-то похожи. Но один такой более бежево какой-то, желтенький, зелененький какие-то даже в нем есть такие частицы. А второй более розово-желтый. Не знаю, вот этот я не могу описать. Смотрю и уже не вижу каких-то желтых. Вижу только зеленые. Ну, короче, бежевый. Что я говорила? Вот, кстати, умственные способности. Я в школе. У нас была очень такая сильная преподавательница по математике, начиная с пятого класса. И она нам давала такие прикольные всякие задания на логику и говорила, вот идете домой, едет машина, там четыре циферки на ней. И вот пока она проезжает, считайте сумму этих чисел. Боже, как-то я сейчас задопнулась. Ну да ладно. Сумму этих чисел. И мы щелкали просто как орешки. Машина еще до меня не доезжала, а я уже говорила сумму этих чисел. Ну и в принципе, в пятом классе мы занимались по учебнику с канави. И я помню забавный случай в лагере. Вот я закончила пятый класс, и к нам зашел какой-то мальчик из первого отряда, старшего, и говорит, девочка, зачем тебе этот учебник? Я говорю, у меня, блин, знаешь, сколько уравнений на лето задали решить. Видите, он на меня очень странно посмотрел. Ну так, респектнул немножко. Вот. Короче, способности быстро считать. Вообще, ну как бы с цифрами у меня все нормально. Я пока работала в Медиакубе, занималась в том числе отчетностью. Кстати, немножко тоже отвлекусь. Обратите внимание, как из-за того, что вот этот вот 34-й, да, 34-й оттенок, он такой доохромистый. Обратите внимание, у меня получилось несколько переходов сделать без использования большого количества оттенков. Надеюсь, это видно на камере в том числе. И что вы думаете? Я заметила. Я стала постоянно обсчитываться в магазине. Вот мне говорят, с вас 8.34, а я даю 8.14 с такой уверенностью, как будто бы я дала 8.34. Ладно бы это случилось один или два раза, но когда это случается три раза за четыре дня, пора пить витаминки. Кстати, если что, в том классе умным я не доучилась. В девятом классе я перешла в класс попроще, чтобы меня никто не трогал, чтобы я готовилась к поступлению на артиста, а могла бы быть айтишницей. И в очередной раз я вам показываю воочию, как можно делать быстро и красиво, и несложно вечерний, яркий, красивый, искрящийся макияж. Бернович просто топ. Мои любимые спарклики. Все. Пока глазки мы откладываем. Нанесу Prime Expert Base Coat Pore Filler. Основу под макияж выравнивающий. Вот такая штука от Luxe Zash. Кстати, удивительно, но сегодня не будет дождя. Я думала, что куда бы я ни поехала, в мой день рождения в любом случае будет дождь. Так обычно бывает. А еще сегодня самый длинный день в году. Вот так вот. Наверное, самый такой банальный факт – вред здоровью. Уже не так просто выпить больше одной банки пива, чтобы завтра не умереть. Вообще, очень-очень-очень тяжело. Алкоголь переносится. Не знаю, как мы умудрялись в колледже, допустим, пойти после пар куда-то тусить. Тусить до шести утра. Потом ехать на этом троллейбусе первым в этот колледж к восьми тридцати. Отучиться каких-нибудь пять пар. А было у нас и такое, потому что у нас, естественно, и общеобразовательная программа была, и музыкальная, собственно. А занятий было не так мало. Даже очень много. Цените, молодежь, если у вас период сейчас такой молодой. Вот, что еще про здоровье? Адские болят колени на смену погоды. То есть я всегда ощущаю какие-то наближающиеся дожди, какие-то бури. Но сейчас это же просто невозможно. Я иду и останавливаюсь, потому что просто не могу идти. Потому что мне болят все вот эти суставы, голеностопы, да? Где вот это вот только на ноге. Короче, трэш. Колени. Ну и в целом очень хочется уже прыгнуть в томограф, потому что какое-то внутреннее ощущение, что меня пожирают все возможные паразиты, вирусы. Сейчас коронавирус вроде как уже заканчивается, отменяют все эти локдауны. Спрашиваются, зачем я вакцинировалась? Для общего иммунитета. Но тут откуда не ждали обезьяне оспы. Я ее немножко тоже боюсь, если честно. И вообще такой паникер немножко в этом плане. Так, воспользуемся колпачком. Ну что ж, поехали к тональной основе. Конечно же, Maybelline Fit Me в оттенке 110. Стойкий, матовый для жаришки. Отличный вариант. Но не подойдет вам, если у вас сухая кожа. У меня кожа склонная к сухости. Наверное, она даже такая скорее, не знаю, она не чувствительная, а стрессореагируемая, реагирующая. Короче, если моей коже не нравится вода, она будет облазить. Если чего-то внутри не хватает, тоже будет реакция. Вот я вчера пироли напилась. Ни разу вообще не напилась с точки зрения состояния. Но зато пару прыщей вылезло. Что-то они туда явно добавляют. Тоненьким слоем наношу. Вижу, что на камере выгляжу какая-то как бледная поганка. И прям вообще кажется сильное покрытие. Но на самом деле нет. Проступают и прыщики мои. Какие-то даже целые островки такие красненькие. Кстати, еще про молодежные штучки. Недавно пыталась себе сделать такой типа как загорелый носик красный. Вот. И в моем случае получилась какая-то алкашка. Это ужасно. Больше я так экспериментировать не буду. Еще, кстати, мне нравятся вот эти спонжики. Это мини-со, кажется. Потому что вот у них такая форма прикольная. Как этим не транспортиром, а как треугольником геометрическим. Просто прикладываю влажный спонжик и делаю четкую красивую линию. И лишнее все убирается. Так, посыпался, конечно же, Бернович. Ну, это нормально. Хотя я сегодня на клей от NYX. Для клитера клей наносила. Так, что я пока сделаю? Консилер пока не хочу. Пусть еще осыпется. Я, наверное, заматирую те места, которые могу уже заматировать. Хотя нет, давайте по-живому, так сказать, пока нанесем хайлайтер. Моя самая любимая кисточка. Вот она уже такая облезлая. Надо ее, конечно, покрасить хотя бы лаком для ногтей. Это енот. Я купила на импульсе. Кто знает, в Минске импульс. Это легендарнейшее просто место. Хочу сегодня что-то на богатом. Поэтому MAC Double Gleam. Так, это финиш Extra Dimension Skin Finish. Надеюсь, правильно? Он, короче, не для всех, как я поняла. Потому что в нем есть такие блесточки. Это может кому-то не нравиться. Я принимаю хайлайтеры любой формы, фактуры, текстуры, цвета. Да, и он подчеркивает всякие ложбинки, всякие поры. Да, да. Но это, кстати, вот не такой эффект, как, допустим, у сердечка от Revolution. Вот оно меня вообще бесит, я помню. Теперь запудрюсь, где могу. Laura Mercier Translucent Blue Satin Powder. Напомню, у меня миниатюрка. Мне пока что эта пудра нравится. Не сказать, что она там, капец, намертво все закрепляет. Нет, ни в коем случае. Так что, если вы любите прям ультраматовый эффект, ну, наверное, все-таки эта пудра не для вас. Очень, конечно, грустно, что мы не дома. Но, с другой стороны, когда еще такое будет? Когда я смогу отметить свой день рождения в другой стране? Я думаю, не скоро. Все-таки нужно уже делать консилер под глазами. Смешаю в Милане Conceal and Perfect и NYX Burnt to Glow. Как-то сейчас вот так вот по-модному делают. Две точечки. Это я в ТикТоках увидела. Да, если вас, в отличие от меня, бесит вот такие вот опавшие блесточки, то просто после того, как накрасили глаза, ну, во-первых, в первую очередь, красьте глаза, а не лицо, а во-вторых, просто сотрите это все, снимите скотчем и так далее. Я не парюсь. Я, во-первых, уже смирилась с тем, что у меня на складке отпечатывается всегда блесточка, а во-вторых, то, что все осыпается. Вот так вот, такая жизнь. В качестве скульптора возьму сегодня Бернович B2. Вообще это бронзер, но такой он темноватый для меня. Я его легонечко нанесу в зону затемнения. Ой, я же совсем забыла, что сегодня у меня открытая вот эта часть. Я возьму хайлайтер из трешки Белор Дизайн. Вот он уже почти закончился. И нанесу вот сюда. На выступающие части. Румяна я возьму сегодня тоже из трешки Белор Дизайн. Такие классические розовые. Бронзер от Vibola. Тенький чеснет. Так, ну затемнила я себя, по-моему, по полной программе. Очень смело. Но я думаю, это пока что так выглядит, потому что нет бровей, нет ресниц и губ. Возможно, все будет не так жестко. С лицом покончили. Для бровей у меня классический дуэт Броу Супер Фикс от Люкс Визаж. И Риал Броу от Макс Фактора. Зарываю, постановлю, как это мужчина звать. Конечно же, прочесываю бровушки. Кстати, в предыдущем видео у меня были очень разные брови. Спасибо, что не заметили этого. Кстати, я вот упомянула в начале, что несмотря на то, что у меня сегодня вот такой вот наряд, я все равно сделаю теплый макияж. А то вообще, откуда все взялось? Мне кажется, это тоже какое-то бабкино представление о том, что макияж должен сочетаться с нарядом. Ну, может быть, цвет губ, да? Хотя... Короче, как вы думаете, что вы думаете, подбираете ли вы макияж под наряд или наоборот? Может, я уже схожу с ума, зачем я вообще об этом думаю, обо всем? Кстати, так как сегодня особенный вечер, я пройдусь каялом от Рио Ипро коричневым по слизистой верхней. Почему такая ремарка? Потому что я его буду смывать, как и любой продукт, который более-менее держится в такой зоне. Дня три. Так, сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели на правый глаз. Это вот здесь. И на левый глаз. И обратили внимание, как прокрашенное слизистое меняет глаз. Я, объективно, считаю, что объективным, думаю, что этот глаз кажется более красивым. Ну, и ресницы появились. И сейчас, когда я прокрашу их, они будут... Короче, будет меньше вот этих белых просветов. Я знаю, что многим очень тяжело водить карандашом по слизистой, но уже давно придумали мягкие всякие карандашики, помягче такого даже. И единственное, что я могу посоветовать, это пробовать, 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 тыкать, тыкать, тыкать. Пока не начнете тыкать так, что будет не больно. Мне в свое время становилось уже плохо, когда визажист вот здесь вот карандаш. Вот на таком расстоянии от меня подносил. Я думаю, самое время прокрасить нижнее веко. И здесь я даже ничего особо придумывать не буду. Я просто возьму вот этот оранжевенький оттеночек и нанесу его по всему нижнему века. Только чуть ближе к уголку возьму желтенький. На две трети, я бы сказала, наношу. Конечно, для пущей стойкости стоило карандашик сюда нанести и поверх уже закреплять тенями, но чуть мне не хочется. Вот так вот. А во внутренний уголок я на самом деле нанесу просто тот же хайлайтер от MAC, который наносила на лицо. Тушь Flash Lash от Наталины и Ламы. Как всегда, то, что наляпала тушью, не трогаю. И завершаю свой макияж макияжем губ. MAC в оттенке Whirl и Stellarine карандашик в оттенке какао. Кстати, напомню, что вторая часть всех моих помад от MAC вышла не так давно. Пожалуйста, проследуйте после просмотра этого видео к видео о MAC. Кстати, карандаш этот очень похож на цвет моих губ, только как бы ярче, насыщеннее. Его можно использовать вообще абсолютно под любую помаду. Ну, в принципе, у любого, у любой девушки, или если вы парни не выкрасите, у любого парня, короче, у любого человека, должен быть такой карандаш цвета губ, который будет подходить под все. Рекомендую такой завести. Забыла сегодня поухаживать за губами, и вот что имеем на бублинке. Ничто мне сегодня не испортит настроение. Поправляю тушь, которая отмечеталась. Кстати, с Берновичем, что классно, можно эту тушь просто замылить. Все, вот такой вот на удивление скромный, я бы сказала, макияж. Берзды макияж у меня получился. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо большое за ваши поздравления. Спасибо большое за ваши комментарии. Надеюсь, я всем ответила, или хотя бы большей части, или я уже близка к тому, чтобы всем ответить. Вот, в общем, жду ваши пальчики вверх. Надеюсь, что вы подписаны на этот канал. С вами Валера Зверева. Всем спасибо большое, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok